Продолжение следует... Все эти неприятности решаются одним словом. Лайтматика. Так-то вообще это мод, но так звучит эффектней. Да, я решила начать новую рубрику на канале, так сказать, в продолжении этих фишечек, которые я иногда рассказываю на летсплеях, только более детально и не отвлекаясь на убийство всяких кулебяк. Кусь, с вами Дайизаэль, и сегодня мы будем копипастить кубики. Что же такое Лайтматика? Это популярный у строителей и не только мод, пришедший на замену почившей схематики. Он позволяет переносить постройки в файл, а сохраненные файлы размещать в мире игры. Это если вкратце. Так-то штука имеет массу настроек, наворотов и неочевидных возможностей, поэтому сегодня мы рассмотрим самые основы. Как установить мод и начать с ним работать, как сохранять и загружать постройки, а также жонглирование готовыми схемами. Для начала это чудо техники нужно установить. Скачиваем Лайтматику с курсфордж.ком, говорю сразу все ссылки в описании. На голый майн этот мод не станет, это вам не оптифайн какой-нибудь, поэтому вам предварительно нужно будет установить фабрик. Разрабы обещали в будущем подвести поддержку форджа, а пока имеем что имеем. Также для работы нужна библиотека Малилип, валяется там же. Для любителей снапшотов и ретро гейминга на сайте автора мода можно найти нужные версии, но имейте в виду, они могут быть нестабильны. Скачанные JAR файлы Малилип и Лайтматики нужно поместить в папку Minecraft Mods. Скопировали, запускаем игру, проверяем. При нажатии F3 должны появиться строки, начинающиеся на Лайтматика. Готово. Вы великолепны. Если вы используете какие-то шейдеры, кроме базовых, то может возникнуть необходимость их отключить. Впрочем, последние версии оптифайна с Лайтматикой дружат и не передолят всю схему полигонами. Если же вы сталкиваетесь с проблемами отображения на последних версиях, то попробуйте отключить параметры Render Regions и Fast Render в настройках оптифайна. Вообще, Лайтматика имеет огромное количество настроек отображения, управления и прочих винтифлюх. Конкретно сейчас я их трогать не буду, сами видите, сколько их, никакой хронометраж не выдержит. Но, если вам интересно, то никто не помешает выпустить еще один ролик и разобрать конкретно эту тему. В общем, комментарии внизу, ну или полайкайте видос. Итак, вы построили эпических размеров фаллос и хотите осчастливить этим своих друзей. Или забрать свою базу с сервера. Или перенести постройку из креативного мира в выживание, да и вообще между мирами. Или у вас проект для большого количества строителей. В общем, возникла необходимость скормить постройку нашему моду. В качестве подопытного у нас имеется эта замечательная статуя енота, на которой я и буду показывать, что и как делать. Сперва нам нужно выделить объект. Сделать это можно минимум тремя способами, тут уж какой вам ближе. Способ номер раз. Палка – это основной инструмент не только для эволюции, но и для схематики. Возьмите палку в руки, зажмите Ctrl и вращайте колесико, пока не доберетесь до режима Area Selection. Теперь левая и правая кнопка мыши определяют два противоположных угла для выделения. По воздуху кликать палкой не получится, придется ставить твердые блоки. Дальше я расскажу, как это обойти. Способ номер два – это встать в нужное место, зайти в меню лайтматики, нажав английскую M, перейти в Area Editor и создать выделение кнопками Move to Player. Сперва с одним углом, потом и со вторым. Ну а третий способ – выбрать координаты в том же меню вручную. В любом случае, вам это наверняка понадобится. Когда вы выделили постройку, вы увидите полупрозрачный параллелепипед. Убедитесь, что все необходимое внутри, а если нет, подгоните, сдвинув границы выделения, нажимая на кнопки плюс-минус. Левая и правая кнопки уменьшают и увеличивают значение соответственно, а зажатые при этом Shift или Ctrl меняют шаг изменения. Кстати, есть два варианта выделения – Simple, который мы рассмотрели, и Normal. Второй отличается тем, что можно выбирать несколько отдельных регионов, и его использование и случаи применения мы рассмотрим в следующий раз. Также в меню Area Editor есть переключатель Manual Origin, позволяющий выставить центральную точку постройки. Если по умолчанию схема вращается вокруг одного из углов, то при активации вы задаете позицию сами. Можно отстроить землю в Майне и официально доказать, что она вертится, причем именно вокруг вас. Координаты здесь выставляются аналогично углам. Очень рекомендую к применению – эта штука здорово облегчит подгонку схемы под конечное место ее обитания. Кнопка Analyze Area выведет на экран список блоков в зоне выделения. Их даже можно сохранить в файл. Здесь, кстати, тоже куча полезных функций, которые нам еще когда-нибудь предстоит разобрать. Остается последняя кнопка, которая нам и нужна – Save Schematic. Жмем, вводим имя файла и сохраняем. Можно отключить сохранение сущностей, если мобы, рамки, вагонетки и прочее вам не требуются. Теперь логично будет узнать, как загрузить ранее сохраненную схему. Если схема скачана, то ее нужно предварительно забросить в папку Schematics в папке Майнкрафта. У меня есть заранее построенная и сохраненная статуя некой женской особи. Попробуем ее построить здесь. Вот мы зашли в свой мир, нашли подходящее место. Открываем меню Lightmatic и все еще клавиша M и идем в меню Load Schematic, где выбираем нужную постройку из списка. Схема сразу же появится в мире, если вы не убрали галочку Create and Placement. Иначе заходим в Loadit Schematics и нажимаем аналогичную кнопку уже там. Далее переходим в меню Schematic Placements и нажимаем Configure напротив той схемы, которую только что загрузили. Напоминаю, что мы рассматриваем случай, когда у нас один регион, иначе здесь бы появился их список. Здесь тоже имеется кнопка Material List, которая может вам пригодиться при планировании. А вот для размещения имеется три поля координат. Нажимаем, меняем числа и двигаем схему. Rotation для поворота, Mirror для отражения. Подгоняем схему под выбранное место и закрываем меню. Можно было бы выставить и при помощи режима Placement у нашей любимой палки, методом около рандомного тыка. Да только вот после, скорее всего, все равно придется подгонять по кордам. Если вы не ювелир, конечно. Теперь можно строить, заполняя блоки схемы. Нажатием колесика мыши, кстати, можно выбирать прямо с нее, как это работает в обычной игре. Синим подсвечен еще не выставленный блок. Розовым – ненужный, который поставлен на пустое место. Красным не тот материал, а оранжевым – блок в неправильном состоянии, например, повернутый не в ту сторону. В меню настроек во вкладке Render Layers меняются режимы отображения схемы. По умолчанию она показывается целиком, но это не всегда удобно. Отображение можно сменить на послойное, выбрать диапазон слоев или режим все выше, все ниже. В таких режимах клавиши Page Up и Page Down будут менять текущий видимый слой, что может быть весьма удобно. Еще добавлю, что режима принтера Lightmatic не имеет, но позже покажу вам, как настроить ее так, чтобы упростить постройку по схеме в креативном режиме. По завершению строительных работ нажмите Unload в меню загруженных схем, тем самым убрав чертеж из мира. Ссылки в описании, ваши отзывы в комментариях, кнопка лайка синяя, а подписки серая. Огромное спасибо за внимание, надеюсь, было познавательно. С вами была Дейзаэль, пока-пока!